Вообще я задумывала, что когда произойдет то событие, которое произошло сегодня, я сделаю видео в стиле Собирайся со мной и все будет так легко, весело и радужно И я поняла, что сегодня наоборот, мне нужно накраситься и сесть вот так вот перед камерой Потому что мне есть что сказать, мне хочется с вами поговорить И я поняла, что если я буду еще отвлекаться на макияж, то я либо не скажу то, что я хочу сказать Либо макияж будет, знаете, один глаз еле накрашенный, а потом я просто пущусь в разговор и даже не смогу его закончить Это видео еще и выходит в мой день рождения, поэтому все так максимально символично В первую очередь, что произошло? Произошло то, чего я ждала на этом канале 6,5 лет А именно, сегодня курьер мне принес мою награду YouTube Я ее еще не открывала И я планирую это сделать на камере вместе с вами, чуть попозже, в конце видео Но у меня в голове много мыслей крутится в последнее время И особенно, вот вчера меня прям шарахнуло видео, которое я посмотрела Чем отличается YouTube от любой другой медиаплощадки? Это как раз таки и тем, что у нас с вами есть связь И я могу не просто быть каким-то удаленным идолом или какой-то просто девочкой, которая там красится или что-то там вещает То есть у нас с вами есть реальная связь Я слышу вас, вы слышите меня И я очень надеюсь, что у вас найдется время для того, чтобы сегодня меня послушать Потому что мне кажется, что сегодняшняя тема максимально важна из всего, что я говорила То видео, о котором я говорила, которое меня вчера прям шандрахнуло по башке Это видео, которое выпустил Шейн Долсон И он брал интервью у Бани У нее канал Graveyard Girl Я не была подписана ни на нее, ни на него Но я, в принципе, всегда знала о существовании этих блогеров Потому что это очень успешные такие действительно люди на YouTube Но я никогда не была ни на одного, ни на второго подписана Но так как это видео вызвало огромный ажиотаж на YouTube Оно мне выдало просто в рекомендованных И я решила сначала... Я думала, это будет легкое видео Но на самом деле оно оказалось достаточно морально тяжелым И я в этом увидела очень много того, что и заботит меня лично И я это видео, естественно, оставлю внизу Но если вы не знаете английский, вам будет сложно понять, о чем там идет речь Поэтому я вкратце перескажу Короче говоря, Бани в 2014 году была, наверное, одним из самых успешных каналов на YouTube Это был самый быстро развивающийся канал вообще Вот просто вообще на всем YouTube И у нее каждое видео набирало там 10 миллионов просмотров 14 миллионов просмотров И так же, знаете, easy просто То есть не то, что надо было заморачиваться с какой-то темой там глобальной Нет, вот просто она выпускает видео и его смотрят 10 миллионов И она говорила, что она тогда чувствовала, что она покорила мир И так как она начинала с того, что она была абсолютно несчастным, одиноким человеком И иметь вот такую вот поддержку, столько зрителей Для нее это было просто невероятно Но, тем не менее, каким-то образом она пришла сегодня к тому Каждое ее видео набирает всего лишь 200 тысяч просмотров И казалось бы, 200 тысяч просмотров, это же все равно огромное количество просмотров Но не тогда, когда у тебя до этого было 15 миллионов просмотров на видео И Шейн пришел к ней, потому что он почувствовал, что с ней нужно поговорить И выяснить, что случилось, почему настолько популярный канал стал резко непопулярным Почему ее перестали смотреть И я, конечно, прочувствовала максимально всю ее боль Когда записывалось это интервью Потому что реально это видно, что ей тяжело об этом говорить И она сказала, что скорее всего произошло то, что она в процессе потеряла себя YouTube просто стал бизнесом, реально И когда все начинали, вот именно Старая Гвардия И я, кстати, себя на русскоязычном YouTube тоже отношу к Старой Гвардии Потому что, когда мы начинали, не было ни монетизации Ни каких-то брендовых сделок Ни, я не знаю, ну ничего этого не было Рейтингов не было, ничего не было Сейчас же YouTube превращается, знаете, в такую корпорацию По типу каких-то телевизионных программ Когда тоже все завязано Рейтинг, просмотры Это зашло, это не зашло Это полайкали, это не полайкали Здесь собрало комментарии, здесь не собрало И она говорит, что она начала слишком сильно задумываться над тем Какой она контент выпускает И когда она перестала быть собой И начала делать только то, что заходит на YouTube То, что собирала как бы просмотры И вроде бы как было успешные серии у нее на канале Она перестала быть собой Она начала себя намного больше фильтровать Потому что она очень нестандартный человек Если вы когда-либо ее видели То вы поймете, о чем я говорю Она вообще максимально неформатный человек И понятное дело, что не все готовы это принять Поэтому она начала себя разбавлять Своё именно естество Для того, чтобы вроде бы как угодить максимальному количеству людей И в итоге это привело действительно к тому Что она просто потеряла себя И Шейн тоже самое говорил Что когда стараешься И пытаешься угодить аудитории максимально сильно И забиваешь на то, кто ты есть на самом деле И закрываешь себе рот, скажем так Делая просто то, что заходит А заходит на YouTube сейчас Если послушать все встречи там на YouTube Да, официальные там какие-то мастер-классы YouTube Заходит, грубо говоря, то, что людей развлекает YouTube сейчас не нужны серьезные темы Не нужно какое-то бешеное качество Нужно просто прийти Покорчить из себя клоуна Сделать шоу, развлечение какое-то И это то, что он набирает просмотры Потому что по статистике люди приходят на YouTube Для того, чтобы заместить телевизор Да, вот какое-то снять напряжение Долю развлечения получить Поэтому бьюти-каналы, собственно, не настолько популярны Потому что они все-таки изначально были более как обучающими На русскоязычном YouTube для меня эта проблема тоже максимально актуальна Потому что я замечаю в последнее время Не то, что люди потеряли себя Да, отчасти, наверное, мало кто показывает себя настоящим Скажем так, когда ты сидишь, смотришь И ты видишь не персонаж, который искусственно создан Потому что это какая-то вот репутация, которая сложилась Но более важно то, что сейчас на русскоязычном YouTube Стало очень много манипуляций мнением В плане того, что создается очень много негативного контента Причем намеренно И я сейчас говорю именно о негативных обзорах Которые создаются не для того, чтобы действительно там Ой, я вас уберегу от ненужной покупки Это намеренно созданный контент Который действительно, знаете, больше похож на цирковое шоу С вилами и факелами Это тоже, о чем я говорила в своем обзоре KKW С какими-то фырканьями С какими-то кривляниями С какими-то... Ой, 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 как это вообще? Я вас, конечно же, уберегу от этого всего От этих ненужных покупок Когда на самом деле это некая ширма, которая создает иллюзию И именно иллюзию того, что вы смотрите просто ангелово плоти Который не может вам соврать И казалось бы, ну сделал кто-то негативный обзор Ну и ладно, как бы, ну и что в этом такого плохого? А плохого в этом то, что я, например, сейчас чувствую огромное давление Когда я включаю камеру и хочу что-то похвалить Я, когда снимаю позитивное видео и реально мне нравится какой-то продукт И я рассказываю воодушевленно Ой, посмотрите, какой хайлайтер Кстати, вот опять на мне golden rose хайлайтер Только вот этот розовый И говорю, вот реально, посмотрите, какой классный Еще и бюджетный Вообще я в шоке Я ловлю себя на мысли, что Так, успокойся, немножко поумерь свои эмоции Потому что я загружу это видео и 100% будут комментарии О, я не поняла, что бренд golden rose уже всех блогеров купил И мне кажется, как раз-таки эпогей вот этого вот Начался тогда, когда появились вот эти фейковые негативные обзоры Когда блогеры намеренно заказывают какой-то трэш Для того, чтобы сделать из этого шоу, сделать из этого негатив И прикрыть все остальное, что у них на канале находится И мне, кстати, вот очень вспомнился тоже вот сейчас Комментарий Алены Робины Гудины Когда она говорила, что Вы знаете, когда вы только начинаете Очень легко быть супер честным блогером Потому что вы просто еще вас не допустили к этой кормушке И вы тогда Ой, я такая честная, я такая честная Но когда доходит дело до топа Или доходит дело даже не до топа А до более-менее какой-то популярности Тут резко, знаете, появляется кто-то еще Кто говорит, нет, вот это уже все Это уже, она тоже, она вам обещала Но она уже тоже продалась А вот я, нет, я не продалась Почему я не могу прийти на свой канал И сделать такой обзор, как мне хочется Будь то позитивный или негативный Почему я сейчас должна чувствовать какое-то давление Что я не могу похвалить какой-то продукт Потому что я знаю, что это не зайдет Если я выпущу какое-то очень позитивное видео Особенно если это будет еще видео Продукция одного бренда Или просто одного единственного продукта Как, например, там какой-то тональной основы Или еще что-то Будут комментарии в стиле Ага, понятно Короче, заплатили Все с тобой понятно То же самое недавно я видела в инстаграме Юлии Мистайл Капучино Когда она выложила фотографию кроссовок И там у нее тоже какие-то комментарии повалили Ой, реклама И она выложила дальше пост Где она очень четко все разложила И вот я хочу спросить Реально хочется смотреть вот только этот негатив Вот эти апсеры Вот это фырканье, фуканье Наигранность вот эта вот Я не знаю, мне лично не хочется И что касается продажности То для меня, когда я получаю такой комментарий Я вам честно скажу Для меня это высшая степень унижения Наверное, получить вот такой вот комментарий Потому что я вам хочу объяснить очень простую вещь Этот канал, за который вот мне вот сегодня принесли вот эту награду Он мне не свалился с неба Мне никто не завел его Не накрутил здесь подписчиков И не сказал, на, садись и качай бабло со своей аудиторией Я шесть с половиной лет работала на этом канале Я совмещала его, как и многие другие Я совмещала его с работой Я очень много лет работала в продажах И когда у меня абсолютно не было времени И сил даже на то, чтобы вести канал Я все равно находила для этого время Потому что я всегда хотела этим заниматься И я всегда понимала, что я обязана найти на это время Потому что я хочу это Я хочу уйти от своей работы Я всю жизнь работаю в продажах И мне не нравилось это И вы реально думаете, что спустя почти семь лет Я поменяла то, что я терпеть не могла На то же самое, чтобы сидеть И вот тут вот сейчас втюхивать вам какие-то продукты И что касается конкретно брендовых сделок Я не буду здесь, опять-таки, ангела из себя строить Я тоже зарабатываю на своем канале Но я считаю, что я зарабатываю А не качаю деньги со своей аудитории Просто наглым образом выкачивая, скажем так Пока, знаете, пока вот идет Пока поезд на рельсах едет Вот я буду качать, пока есть возможность Я считаю, что я каждую копейку, которую я здесь заработала Я именно заработала А не выкачала на какой-то наивности Или доверии своей аудитории А что касается брендовых сделок То есть там спонсорских видео То, поверьте, вряд ли мне какой-то бренд Предложит такую сумму Которая реально меня настолько сильно соблазнит Чтобы похерить все, что я делала На протяжении вот этих вот шести с половиной лет Для меня то, что я здесь имею Намного важнее Сделайте аналогию там с любым бизнесом Вот постройте бизнес Поднимите его с нуля Сделайте себе имя И вот представьте, заходит в дверь кто-то Трясет там, я не знаю, 100-долларовой бумажкой И говорит Так, сейчас ты будешь плясать под мою дудку Это так не работает И это так не работает не только на моем канале А на всех каналах, кто ценит себя И ценит свои силы, которые туда были вложены У всех там в фундаменте слезы, пот, кровь, силы Я не знаю, все там есть И чтобы вот так вот просто соглашаться на все подряд И типа, да, мне надо вот это похвалить Мне надо вот это продать Хорошо, сейчас все без проблем Чики-пуки, там 5 минут я сделаю видео Все полетит, все распродастся И меня это даже злит Из-за того, что создается репутация ангелов У тех, кто делает вот эти фейковые негативные обзоры Я уверена, что моя аудитория И большинство вас по ту сторону Сейчас это смотрит И как бы мысленно кивает И говорит, да, да, мы с тобой согласны Потому что у меня все-таки аудитория Мне очень повезло с вами Что, во-первых, у меня более взрослая аудитория Поэтому действительно достучаться на нее немножко проще Почему я хотела заниматься Ютубом И вообще в чем заключается моя глобальная мечта, скажем так Я никогда не хотела Ютуб ради того, чтобы просто там делать обзоры косметики Я всегда мечтала иметь какую-то площадку Где меня бы могли услышать И мне всегда хотелось пользоваться своим голосом Именно правильно И превращать это не в продажи косметики Я это и так очень успешно делала Мне это, поверьте, мне это нафиг не нужно Мне всегда хотелось чего-то большего Как-то иметь возможность достучаться до большой аудитории И, возможно, что-то изменить к лучшему Или в бьюти-индустрии Или в целом, я не знаю, в жизни, может быть В принятии себя Для меня как раз-таки этот момент был самым сложным Потому что я никогда не считала, что я подхожу для бьюти-индустрии Но, тем не менее, вот я здесь И я не какой-то последний человек здесь Да, я не первая далеко Но и далеко и не последняя Дать толчок, возможно, тем, кто сейчас думает так же Или еще хуже о себе И вот когда я перешла вот этот рубеж в сто тысяч У меня тоже случилось какое-то просветление Вот этот рубеж, когда я выпускаю видео И оно уходит как бы в никуда Уже пройден Потому что меня действительно смотрит большое количество человек Я очень надеюсь, что у меня получилось Сформировать мысли так, как я хотела И что меня правильно поймут Потому что это видео не о том, какая я честная И какие все остальные нечестные Потому что я, наоборот, это презираю сейчас на ютюбе И я очень хочу, чтобы это изменилось И я очень надеюсь, что вы досмотрели до этого момента И вот на этом я, наверное, хочу закончить И приступить все-таки к распаковке этой кнопки Потому что для меня эта кнопка имеет огромное значение Как я уже и сказала Это моя тяжелая работа И я сейчас пойду позову своего мужа Потому что я хочу с ним тоже разделить этот момент Он вряд ли захочет сидеть в кадре Но я очень хочу, чтобы он присутствовал при распаковке этой кнопки Семенька, ты тоже хочешь открыть? Смотри Кнопка Ты мне тоже поможешь? А тебя не видно А попробуй выше Поможешь мне тоже? Нет? Тебе пофиг? Ну ладно Момент истины Пока ничего не увидела Вместе будем с вами смотреть Так Это я, наверное, потом проч... Это уже обновленная кнопка Кстати, они недавно сменили дизайн И я все не могла определиться Нравится мне этот дизайн больше или меньше Но вот я вот сейчас держу ее в руках Наверное, все-таки мне даже эта кнопка нравится больше Я не воспринимаю это как должное Я не воспринимаю свой канал как должное И я очень надеюсь, что это видео будет воспринято правильно Спасибо